Расстановки скобок. Смотрите, когда есть альтептический пример, то в нем иногда бывают скобки. Что-нибудь такое? Минус один, и давайте посмотрим. Разделить на 6 минус 5. Здесь есть две скобки, соответствующие друг дружке. Вот эти скобки соответствуют друг дружке. И, наконец, вот эти вот две тоже соответствуют друг дружке. Согласны? Согласны. Вот. Если убрать все, кроме скобок, что останется? Понятно, что останется. Открылось, открылось, закрылось, закрылось. Вот давайте будем называть это правильной скобочной структурой. Давайте поймем, каким свойством обладают скобки. То есть, чего не может быть в правильной структуре. А не может быть такой штуки. Не может, например, начинаться на закрывающую скобку. Еще нечего закрывать. А вот так может. Давайте подумаем, как это сформулировать. Когда мы движемся по скобкам слева направо, то все время открывающих скобок должно быть столько же, сколько закрывающих. Или даже больше. То есть, вот смотрите. Одна открывающая, уже две. Потом две закрылась. Потом одна открылась. Понятно, да? Если немножко подумать, то становится понятно, что это, собственно, единственное слово. То есть, если у вас открывающих скобок столько же, сколько закрывающих. И если при движении слева направо в любой момент количество уже открывшихся не меньше, чем количество к этому моменту закрывшихся, то это, на самом деле, правильная скобочная структура. Какие бывают расстановки скобок? Если у нас одна пара скобок, то вариант единственный. Потому что должна скобка открыться, должна скобка закрыться. По-другому ничего не сделать, не придумаешь. Если две пары скобок, здесь уже пошли варианты. Можно открыть, открыть, закрыть, закрыть. А можно так. Открыть, закрыть, открыть, закрыть. Так что, два варианта. Теперь более интересная штука. Если три пары скобок, то смотрите, что можно сделать. Можно либо открыть, закрыть, и после этого будет у нас две пары скобок. Либо другая ситуация. Открылась, и потом еще открылась. Ну, тогда опять дальше варианты. Либо открывающая, либо закрывающая. Если у нас идет здесь закрывающая, одна ситуация, да? Тогда дальше идет либо открывающая, закрывающая. Либо идет вот так вот. Ну, и последний вариант. Если мы открыли скобку, потом еще раз открыли, потом еще раз открыли, и три раза закрыли. Есть еще варианты или нет? Если будет не три пары скобок, и, соответственно, пять вариантов, а будет четыре пары скобок. Ребята, я не поленюсь все эти варианты выписывать, но все-таки это будет последний раз, когда я их выписываю. Потому что ясно, что количество вариантов будет расти, да? Итак, как же все это выписывать? Если есть четыре пары скобок, то для начала я отмечу для них места. Вот такие места. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На каждом месте должна быть или скобка открывающая, или скобка закрывающая. Согласны? Согласны. Более того, обязательно на первом месте будет скобка открывающая. И вот теперь, ребята, такая история. Я буду пользоваться тем, что у меня здесь вот уже есть аккординка. Это значит, что я сейчас прямо поставлю сюда скрывающую скобку и скажу, что вариантов, которые начинаются на вот такие две скобки, в точности, сколько штук? Пять. И все эти пять вариантов я, конечно, сейчас нарисую. Это еще не все. Возможно, еще такая ситуация. Скобка могла открыться, но закрыться не сразу. Так, теперь вопрос, где она могла закрыться? Ну, конечно, могла, самая последняя ситуация. А могла закрыться вот здесь или нет? Нет. Нет, потому что одна скобка непонятно с чем будет, да? Вот здесь могла. Такая ситуация возможна. И эта ситуация на самом деле абсолютно понятная. Она соответствует тому, что вот здесь вот открывающая-закрывающая. Чтобы понять, надо вспомнить ситуацию для двух скобок. Там было два варианта, значит, я все легко могу сделать. Смотрите, закрывающая скобка, соответствующая вот этой первой, не обязательно на четвертом месте. Точно так же могло быть вот так. Тогда на последних местах открывающая-закрывающая, а вот здесь внутри есть четыре скобки. Как устроены четыре скобки, мы знаем. Либо вот так, либо вот так. Две открывающие, две закрывающие, или открывающие-закрывающие. Так, господа, я, видите, уже довольно много вариантов выписан. Теперь, что еще осталось? Очень просто. Может быть, скобка закрыться в самый последний момент. в самый-самый последний момент, смотрите, что будет. Можно я здесь не буду выписывать их? Здесь будет пять вариантов. Мы получили, что ситуация, когда четыре пары скобок, на самом деле, легко посчитать, четырнадцать вариантов. Так, вы, господа, давайте эту табличку уже составим. Значит, если одна пара скобок, то вариант один. Если две пары скобок, то вариант два. Три пары скобок, мы считали, то вариант пять. И что там дальше? Четыре пары скобок, вариантов четыре. Вариант четыре. Вот, теперь пять пар скобок. Ну, сил моих нет, выписываем все. Мне уже даже вот здесь надоело. Но, математическое рассуждение я провести способен. Смотрите, что такое пять пары скобок. Это значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять мест. Из них пять должно быть открывающих скобок, пять закрывающих. Отлично. А теперь смотрите. На первом месте обязательно открывающие скобки. Дальше. А дальше вариант. Либо она сразу закроется, либо через одну пару, либо, что еще возможно? Четыре места для скобок. Еще вариант. Закроется не здесь, а уже вот здесь. И внутри будет шесть, а снаружи две. И последний вариант. Последний вариант абсолютно тоже понятный. Если закроется в самый последний момент. Так вот, господа. Честное слово. Здесь четырнадцать вариантов. Почему? А потому что надо просто все, что на этой доске, сюда... Сколько вариантов здесь? Очень просто тоже. Здесь один единственный вариант. А здесь сколько? Пять. А здесь и третье. Почему здесь это? Потому что вот здесь у нас задача фактически для двух парк скобок. И здесь задача для двух парк скобок. Получается, что мы на самом деле должны здесь нарисовать... Ну, я напомню эти картинки, да? Открывается, открывается, закрывается, закрывается. Или вот так, да? Вот одну из этих двух картинок мы должны нарисовать сюда. И одну из них мы должны нарисовать сюда. А дважды два четыре. Дважды два четыре. Теперь здесь. В конце у нас обязательно будет открывающее-накрывающее. А вот здесь вот... А вот здесь вот внутри будет сколько вариантов? Пять. Внутри будет пять вариантов. Ну и, наконец, внизу сколько? Четырнадцать вариантов. Складываем. Четырнадцать, пять, четыре, пять и четырнадцать. Сколько получаем? Сорок два. Девятнадцать и девятнадцать, тридцать восемь и четыре, сорок два. Так вот, давайте поймем, что будет дальше. Вот для числа сорок два формула выглядела следующим образом. Четырнадцать плюс пять плюс дважды два плюс пять плюс четырнадцать. Ребята, чтобы, что называется, легче было запомнить, делают так. В эту табличку добавляют еще нулевое место и пишут туда единицу. Дело в том, что когда у вас вообще скобок нет, то расставить их можно единственным образом. Понятно, почему. Когда ничего нет, то, что называется, ничего не делать можно одним единственным способом. Согласны? Смотрите, как я сейчас могу переписать эту формулу. Я могу написать так. Четырнадцать умножить на один, пять умножить на один, два на два. Детей вы понимаете? Один, один, два. Что там дальше будет? Пять. А что пять? Один умножить на пять. И один умножить на четырнадцать. Между прочим, такая же штука верна не только для сорока двух. Смотрите, что такое четырнадцать? Очень просто. Это надо написать числа один, один, два, пять. И их же написать в обратном порядке. Пять, два, один, один. Дальше поставить знаки умножения и знаки сложения. Проверьте. Даже для пяти этот закон верен. Пять это два на один, плюс один на один, плюс один на два. И так далее. Значит, следующее число очень легко найти. Выписываем числа сорок два, четырнадцать, пять, два, один, один. Чтобы на доску хорошо это все уместилось, давайте я сделаю это в виде таблички. Один, один, два, пять, четырнадцать, сорок два. И складываем. Получается сорок два, четырнадцать, десять, десять, четырнадцать, сорок два. Сколько будет? Я понимаю, что много. Сколько? Сто тридцать два. Сто тридцать два, молодцы. Сто тридцать два. Ну и последнее вычисление. Понятно, что так можно до бесконечности, но давайте. Последнее вычисление такое. Такая же табличка. Сто тридцать два, сорок два, четырнадцать, пять, два, один, один. И здесь один, один, два, пять, четырнадцать, сорок два, сто тридцать два. Умножаем. Сто тридцать два, сорок два, двадцать восемь, двадцать пять. И опять. Двадцать восемь, сорок два, сто тридцать два. Везде ставим знати сложения. И смотрите. Стоять два, двадцать, восемь, семьдесят. Семьдесят и сто тридцать два. Сколько? Вести два. Сколько? Вести два. Вести два. И с другой стороны тоже будет вести два. Вести два. И двадцать пять, четыреста, двадцать девять. Вот, господа, компьютер, можно взять программу, выписать эти числа. У них есть название. Называется это «Числа Каталана» по имени математика XIX века. На самом деле, впервые этим заинтересовался Леонард Эйлер. Просто Каталан, что называется, еще дальше продвинул учения об этих числах. После Каталана было еще много-много-много. Сейчас есть огромное количество разных определений и последовательностей. Известно очень-очень много очень интересных свойств. Я не буду сейчас об этом подробно рассказывать, потому что моя цель рассказать сегодня, кроме, собственно, определения через эти скобки рассказать о том, как числа Каталана связаны с задачей по автостоянку. Спасибо. Спасибо.